всем доброго времени суток мои дорогие теле радио и видео слушатели снова с вами я игорь шеститка и снова вы со мной вместе находитесь в том что называется sony центр вот его купол но теперь вы видите красивую картинку почему вы видите эту красивую картинку по двум причинам на самом деле первое из них это то что я снимаю сейчас на xiaomi и 4к плюс камеру соответственно картинка сама по себе сразу 4к 60 кадров в секунду а во-вторых все эти красивые движения вы видите потому что я использую гимбал до стабилизатор хия который я сейчас управляю а вон тут люди какие-то странные ходят мы с ними сейчас можем последить похоже что где-то девичника в виде как это по-русски папа папа то это и как это тропической гавайской гавайском стиле но на самом деле я нахожусь все в том же заведение которое если вы не в курсе называется либен брау вот она у меня здесь напомню отличная вещь здесь наливают весьма и весьма классное оригинальное пиво так что обязательно зайдите она находится прямо в сони центре находится она здесь с пятнадцатого там или 16 века у ворот под сдамер плаца напомню что здесь находились под сдамские ворота и дорога на соответственно поддам там дальше starbucks кафе я уже про него шутил поэтому для настоящих пацанов я думаю выбора куда зайти в starbucks кафе или в либен брау нет ну а да я забыл показать самое же главное это ну а я сейчас решил съесть колено к сожалению ребрышек не было ребрышки оказывается здесь у них не регулярное блюдо и пользующее большую популярностью меню их в основном нет они есть так вот на плакатиках поэтому я остался без ребрышек но я теперь с коленом сейчас начну жрать колено и запивать это все пивом вайсбировские пиво здесь в большом количестве и очень вкусные они добавляют разную гадость в вайсбир в данном случае это вайсбир с маракуйей с кислинкой правильный такой вайсбир про историю sony центра я думаю вы посмотрите почитаете в предыдущем видео ну и также перед тем как начать жрать я напомню что это видео за еду я рекомендую вам тоже пойти пожрать плюс 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 напомню что в берлине я по делам и одно из основных дел это то что называется как это по-русски ифа 2017 выставка электроники на которой обзоры которые вы сможете посмотреть собственно говоря я на которой разжился новым гимбалом хорошо быть ютюбером с интересным профилем и так далее а вот новая фича вот этой штуки оказывается если я три раза нажимаю на гимбале на кнопку он разворачивается вот так вот на 180 градусов для того чтобы снимать своего хозяина теперь вы видите меня в камере в 4к и конечно же теперь уже теперь уже я приступлю к опробованию колена но колено сложно испортить в германии или сложно скажем так покушать невкусное колено в германии оно всегда вкусное оно всегда классное это кетчуп кто сказал что хочу кетчуп не я буду есть это все дело соответственно с этим к сожалению плотность графика оказалась такова что что добрые люди как это я до добрый человек к сожалению не попал в европа центр где есть еще один ресторан немецкой кухни а завтра я уже не успеваю в общем в общем и целом а потом уже еду домой в общем и целом так давайте начнем без катастроф вы смотрите какое хрустящее колено попалось суждено действительно хрустит его зажарили конкретненько отлично колено отличное меру прожаренная в меру того сочное и в меру растут тем что называется кислой капусты не знаю почему но после словакия где есть своя чаломада тоже кислая капуста но приготовленная немного по другому рецепту не местная тоже стала нравится больше хотя раньше я кислую капусту как особо как-то и не ел может старею а кстати в нюрнберге там у них есть место под названием барфюшер так вот барфюшере дают такой суп из кислый борщ из кислой капусты с сарделька сосисками поджаренными он настолько кислый что когда ты пьешь пиво оно кажется сладким хорошо хорошо идет я ем дальше значит здесь в лебенбрау заметил очень много своих а в смысле тех которые на ифе даже с бейджиками даже не снимая они почему-то наверное потому что туристическое место здесь а с другой стороны я тоже должен был выполнить культурную программу сожрать колено сожрать карри вюрсы сожрать этот самый дёнар кебаб настоящий ну и плюс днем я питаюсь на том что называется там есть классные тайские забегаловки с очень вкусными как вкусной тайской лапшой и завтра еще планирую пожрать бурритов словакии никак не найду вкусный бурритов зато ищу его каждый раз в берлине по месту проживания но по месту проживания у меня только тайцы а на ифе стоит в этот автобусик с бурритов так что попробуем завтра бурритов а вы сможете посмотреть как я ем бурритов и оценить вкусно это было или не вкусно у меня по-моему закончится нога пока я с вами говорил что неприлично разговаривать и есть извините даже 21 век интернет все такое видео как положено да а я вернусь к ифа опять же напоминаю что линки внизу в описании к видео есть обязательно посмотрите там много чего хорошего на ифа из особенных особенности это ифа я снимаю и на телефон и на обычную камеру на гоупро и для меня теперь уже на сяоми я не снимаю к одной причине на телефон я обработаю заливаю сразу с телефона 4к с камеры sony я быстро достаточно цифрую а с этой камеры 4k видео в полном потоке цифруется очень и очень долго 15 минут цифруется практически сутки поэтому если снимать обзоры общие да такие быстрые то зачем вам быстрый обзор который потеряет свою ценность уже через несколько дней а я его только несколько дней будут конвертировать поэтому но у меня теперь есть гимбл и я по дороге еще планирую заехать в дрезден могу там поснимать так что в дороге видео с гимбла путевые заметки обязательно будут ваше здоровье еще раз либо браун пшеничные пиво с добавками очень рекомендую попробовать имбирное и маракуйя отлично идет гимбовский я не могу это вы и и греку файе и ну ай и греку как это читается я не знаю fly флюет течь вот такой вот гимбл я разжился а еще кстати я в этот раз постарался снимать побольше различных стартапов так что посмотрите что люди продают по каким ценам люди продают и подумайте это можете себе чего-нибудь продавать я тут тоже подумал что народ берет абсолютно китайские подделки завтра я пойду снимать эту штуку одну из них просто китайцы это продают уже несколько лет а народ выдает как стартап и продает не по 200 баксов как китайцы а по 600 баксов не серьезно я вспомнил сейчас я вас удивлю или не удивлю нет наверное не удивлю потому что не помню куда я засунул этот буклетик буклетика то нет обидно а зато зато знаете что я хочу поблагодарить компанию джипи джипи молодцы они раздают такие вот зеленые пакетики понятно за защиту мира и в пакетиках я взял один знаете и случайно оказалось что внутри подарок прикиньте то есть цена этого подарка равна примерно входному входу входному билету стоимость входного билета на ифа тут две батарейки по две тысячи миллиампер часов и две батарейки 2а да и две батарейки аа по 800 миллиампер часов от джипи вот вы видите джипи ресайкла так что я просто в шоке и charger к нему как они тут пишут free charger так что вообще великолепно то есть сходить на ифу просто за ради того чтобы получить эту штуку они молодцы я отдельно обязательно их похвалю и сниму о них видео просто сегодня случайно взял этот пакетик но люди все ходят ходят смотрю удобный удобный пакетик носить картошку и тому подобное думаю возьму себе тоже а оказалось вон оно что семёныч понимаете да слушайте про короче увидите это видео тоже и надеюсь я таким образом заинтересую вас в общем все вещи которые давно давно продумали придумали китайцы сейчас продаются различными молодыми предприимчивыми деятелями деятелями не обязательно еврейской национальности хотя вся сложность объяснить на меня посмотришь тоже вроде не евреи синид ждет так вот сейчас это все выдается как стартап и запускается как это под красивым шлагадом и красивым лозунгами а-ля немецкий продукт хотя с другой стороны тоже можно понять народ как это по-русски организовывают рабочие места платят налоги вместо 200 евро и налога там на доставку они продают по 600 и платят большие налоги в казну поэтому государство по большому то счету есть выгода ну а без лоха как известно и жизнь плоха поэтому народ пользуется общим неведением и продает всякую всякую муть ну я про планшетик вы его увидите так что такие вот делишки ну мы еще раз испытаем камеру вернее не камеру а гимбал по моему отлично работает теперь тройное нажатие раз два три вау видите круто поэтому все работает а я буду прощаться еще раз напомню что я был здесь в том что называется либин брау блин никак не приспособились надо как-то реверсировать эту штуку либин брау отличная штука находящаяся в сони центре и сам сони центр тоже неплохое место для посещения с его вот таким вот шикарнейшим куполом который вы сейчас видите надеюсь что картинка не прыгает и стабилизировано ну и самое главное опять же трюк где мой трюк раз два три в общем с вами был я Игорь Шеститко подписывайтесь ставьте лайки смотрите мои другие путевые заметки и за еду за еду будет еще или не есть уже на самом деле из отсюда либин брау про пиво и карри вюрсты из лучшей шаурмичной да где появилась дюрюм кебаб вы тоже сможете посмотреть я там специально дюрюм донор кебаб я там специально его этот донор кебаб